Всем привет! Вы на канале Фрикен Нью-Йорк. С вами Влад и здесь я рассказываю про все самое прикольное, забавное, удивительное и секретное в городе Нью-Йорк. И сегодня я хотел бы поговорить с вами про аренду жилья в этом замечательном городе. Я проделал огромную работу и нашел все, что только можно было. Как искать жилье, где искать жилье, какие могут быть трудности при поиске жилья, как правильно составлять арендное соглашение, а также много прочей интересной полезной информации и нюансов, которые вы могли не знать, но которые знать желательно. Для вашего удобства навигации в описании к этому видео будут тайм-коды, но моя рекомендация посмотреть видео полностью, потому что оно действительно содержит много полезной информации. Ну и прежде чем мы начнем, прошу подписаться вас на канал, включить уведомления. 3, 2, 1, мы начинаем. Поехали! Изначально это видео должно было быть посвящено топу лучших и худших мест для жизни в городе Нью-Йорк, но когда я начал следовать информацию, оказалось, что все то, что написано в интернете, оно не совпадает с моим пониманием о плохом и хорошем. Так, например, для меня самое плохое место для жизни в городе Нью-Йорк – это район Слашинг, а точнее та его часть, которая находится возле Myrtle Avenue, потому что он очень грязный и очень сильный. Но даже в этом районе можно найти квартиры с потрясающими видами. И более того, он считается относительно неплохим, поскольку тут есть Starbucks. Но в то же время, действительно, самый грязный район Нью-Йорка не такой уж и плохой, и тут можно найти много всего интересных и даже увидеть калибри. Поэтому первое, с чего стоит начать поиск жилья в Нью-Йорке – это с осознания ваших собственных нужд. Сложно? Я вам помогу! Давайте начнем с общей информации. Цена на жилье в городе Нью-Йорк может зависеть от разных факторов, начиная от престижности района и заканчивая состоянием дома. Так, например, какая-нибудь крошечная маленькая комнатка в финансовом районе Махэтна может стоить в два раза дороже, чем двухкомнатная квартира собственной террасой в Бруклине. Или, так, например, квартира в показанном ранее небоскребе с потрясающим видом на закат над Манхэттеном будет стоить явно дороже, чем вот эта вот, которая находится в пяти минутах ходьбы. Хотя, что это я критикую. Шумно, да, зато действительно близко к общественному транспорту. И, может быть, вам даже придется заплатить сверху за столь комфортные условия. На стоимость жилья также может влиять инфраструктура. То есть, наличие школ, больниц, спортзалов, музеев, ресторанов и прочих удобств. Наличие парков и каких-то достопримечательностей поблизости. Удобство пользования общественным транспортом. И я сейчас не только про метро или автобусы. Также про такси, про общественные велосипеды. Да и даже про желтые автобусы, которые отвозят ваших детей в школу. И отсюда мы можем сделать логичный вывод. Чем больше удобств мы имеем, тем больше нам нужно платить. Если у вас нет никаких проблем с финансами, то все супер. Но если ваши финансы ограничены, то вам придется чем-то жертвовать. И для этого вам необходимо ответить на вопрос, что для вас наиболее важно. Жить в спокойном, тихом райончике, где можно сходить в парк и отдохнуть от всей этой городской советы. Или же быть, наоборот, поближе к самой гуще событий, возле дорогих бутиков и ресторанов, где каждый день можно встретить какую-то знаменитость. Может быть, вам не нужна огромная квартира и вы предпочли бы жить в маленькой комнатке, в которой хранили бы свои вещи и лишь изредка ночевали бы в ней. Может быть, ваш учебный корпус или работа находится слишком далеко, и вы не готовы тратить полтора часа каждый день на метро. А может быть, вам еще нет никакого дела до этого метро, и вы работаете удаленно и предпочли бы сидеть на берегу океана. Да даже такая мелочь, как жить в своем собственном доме или делить комнату с каким-нибудь соседом, имеет огромное значение для вашего личного комфорта. Ответив на этот вопрос, что наиболее важно именно для вас вы значительно упростите себе поиски. Для того, чтобы наверняка понять, какой район подходит вам больше всего, лучше, конечно, по приезде в США не заселяться в первый возможный вариант. И уж тем более не заключать договор долгосрочной аренды, оплатив год проживания наперед, поскольку в таком случае вы рискуете оказаться в некомфортных условиях и застрять там до истечения вашего контракта. При возможности лучше потратить несколько дней на осмотр местностей, если, конечно, у вас есть такая возможность. У меня такой возможности не было. Я приехал в Нью-Йорк с минимальным количеством денег и поэтому не мог позволить себе посуточную аренду жилья. Также при заселении стоит обратить внимание на то, куда смотрят окна. Иногда они могут смотреть в стену соседнего дома, а иногда их может просто не быть. Также обратите внимание на наличие кондиционера и обогревателя, ведь без первого летом будет жарко как в печи, а без второго можно замерзнуть и заболеть. На что еще стоит обратить внимание при заселении, я расскажу чуть позже, когда будем говорить про договор аренды. Ну а пока что вернемся к стадии рассмотрения. Также по возможности постарайтесь пообщаться со съезжающими людьми или соседями, поскольку они могут рассказать вам, есть ли какие-то проблемы с жильем. Также вы можете ознакомиться с этой информацией сами. Так, например, на сайте BadBugRegistry.com вы можете проверить карту нашествия клопов и кто бы мог подумать, что самый дорогой и престижный Манхэттен в этом плане хуже всего. Также вы можете воспользоваться государственным ресурсом, чтобы проверить информацию про владельца дома, а также историю этого дома. Для этого вам достаточно ввести адрес дома и вы получите всю необходимую информацию. Также здесь можно проверить права арендаторов и другую полезную информацию. Для тех, у кого английский не является родным языком, было бы неплохо ознакомиться с какой-то базовой терминологией, поскольку вы постоянно будете встречаться с ней во время поисков вашего жилья и даже читая объявления на вашем родном языке. Поэтому примерный список слов и терминов будет закрепленным в комментарии. И вот здесь начинается самое интересное, поскольку арендодатели не очень любят давать жилье тем, кто только приехал в США, так как у них еще нет кредитной истории. Таким образом они пытаются обезопасить себя от ситуации, когда у вас закончились деньги и вы живете в квартире бесплатно. В США вас не могут просто так вышернуть из квартиры и сделать это можно только через суд, даже если вы нелегал. А как вы понимаете, весь судебный процесс может занять и полгода, поскольку идет сбор документов, рассмотрение дела и так далее. После чего суд просто обещает неплательщика съехать. Да и то не факт, ведь сейчас пандемия в самом разгаре. И как вы понимаете, многие люди потеряли работу и у них просто нет физической возможности оплатить счета. И так как государство не захочет видеть рост преступности, оно, скорее всего, попытается защитить обездольных и позволит им жить в квартире столько, сколько нужно. То есть, как вы уже поняли, кредитная история отражает вашу платежеспособность. И если вы только приехали в США, то, скорее всего, никакой кредитной истории у вас нет. Во всяком случае, здесь, в США. Но выход из этой ситуации все же есть. Так, например, если вы работаете за пределами США, вы можете подготовить выписки с ваших банковских счетов, которые смогут отразить ваш доход. Ваш годовой доход должен быть примерно равен 40 месячным арендным платам потенциального жилья или же 3-4 месячным платам за месяц. То есть, я хочу снять студию за 1000 долларов. Соответственно, мой месячный доход должен быть плюс-минус равен 3,5 тысячам долларов, а годовой доход плюс-минус 40 тысячам. Если же у вас нет никакого заработка, на помощь может прийти спонсор. Спонсором может выступить ваш друг или родственник, который готов покрыть ваши счета. И тут уже интересный нюанс. Его годовой доход должен быть равен 80 месячным арендным платам. Второй момент. Арендодатели предпочитают сдавать жилье условно знакомым. То есть, если знакомые их знакомых ищут жилье, то они имеют больший шанс на аренду жилья, чем вы. И связано это с тем, что за тех знакомых могут поручиться, а вас никто не знает. Поэтому не реагируйте слишком остро на вопросы, которые задает вам арендодатель. Вам не обязательно раскрывать всю подноготную про себя, но постарайтесь быть дружелюбными и открытыми при общении с потенциальным арендодателем. Какие еще бывают трудности при поиске жилья в Нью-Йорке? Ну, конечно же, это мошенничество. В таком лакомом городе, как Нью-Йорк, где очень много туристов, иммигрантов, мошенничество – это очень распространенное явление. И мне не хватит целого видео, чтобы писать все существующие схемы. Но вы должны понимать, что это и поддельные фотографии на веб-сайтах, и несуществующие квартиры. Так, например, совсем недавно я арендовал квартиру через сервис Booking.com в Пуерто-Рико. А когда приехал по адресу, оказалось, что квартиры не существуют. Позвонив по номеру, я услышал вежливый ответ – ой, а вы знаете, мы ничего не сдаем. Благо Booking.com вернули мне деньги и даже предоставили небольшую компенсацию в виде бесплатной поездки за их счет в следующий раз. Но к чему я это все? Даже если вы пользуетесь такими проверенными сервисами, как Booking.com, старайтесь действовать и грамотно. Во-первых, перед оплатой постарайтесь контактиться с арендодателем, позвоните ему или напишите им мейл, убедитесь, что квартиры действительно существуют. Во-вторых, если вы все-таки планируете задержаться в Нью-Йорке, то перед оплатой постарайтесь хотя бы увидеть это жилье, поскольку, как уже было сказано ранее, фотографии в интернете могут отличаться от того, что вы видите на самом деле. В-третьих, не верьте в такого рода хрень, как страховой депозит на случай, если не вы едете в назначенные сроки. Да, страховой депозит существует. И как он работает, я расскажу вам чуть-чуть позже. Но вы точно не должны вносить деньги за страховой депозит, до того как вы езжаете в квартиру. И в-четвертых, внимательно читайте договор. И даже если это субаренда, постарайтесь попросить у субарендодателя оригинал договора, который был заключен между ним и арендодателем. Так вы увидите, какую наценку делает субарендодатель и вообще имеет ли он право заниматься субарендой. Теперь буквально пару слов про страховой депозит. Страховой депозит это денежная сумма, которая вносится в вами единоразово при заселении. И как правило, она равна сумме проживания. Вносится она на случай оверкомпенсации поломанного вами имущества. В случае, если вы планируете съехать и вами ничего не было испорчено, ваш страховой депозит должен быть возвращен в течение 14 дней после того, как вы съехали. Именно поэтому так важно заключать договор, чтобы самого же себя и обезопасить. Если в квартире есть какая-то мебель или вы нашли какие-то поломки перед вашим въездом, так важно их задокументировать, чтобы потом не пришлось платить за чужие косяки. Теперь давайте немного поговорим про договор и лучше бы вам иметь этот клочок бумажки. Договор вставляется в нескольких экземплярах, по одному на каждого участника сделки, на арендодателя и на арендатора. И даже если вы снимаете компании друзей, то по-хорошему каждому из вас лучше иметь по копии, на котором будет стоять подпись каждого из участников сделки. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это чтение договора перед подписью. Это настолько тупо, чтобы упоминать, но я обязан это сделать. Каждый из нас бывал в ситуации, когда мы не глядя подписываем документ или лицензионное соглашение, а потом в случае конфликтной ситуации не можем ничего изменить, поскольку сами же и поставили подпись. Поэтому не ленитесь, друзья, читайте договор и вот вам несколько рекомендаций, на что стоит обратить внимание при составлении договора. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это essentials или основные положения. Удостоверьтесь заранее, правильно ли указана вносимая сумма платежа. Также перепроверьте даты обязательного внесения платежа. Теперь проверьте даты въезда и выезда и не забудьте удостовериться, что указанный адрес в договоре совпадает с фактическим адресом, где вы собираетесь проживать. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это политика и условия продления арендного соглашения. Узнайте заранее, можно ли продлить ваше арендное соглашение на год или на несколько лет. Также поинтересуйтесь у арендодателя, есть ли обязательная эскалация стоимости жилья каждый год, например, 5%. Иногда вам необходимо продлевать арендное соглашение заранее. В этом случае вам необходимо отправить заказное письмо в офис компании за 90 дней до завершения вашего арендного соглашения. И да, обратите внимание, что если арендодатель хочет повысить стоимость проживания на 5 и более процентов, он обязан уведомить вас за 30 дней до того, как он это сделает. Следующее, на что стоит обратить ваше внимание, это коммунальные услуги и интернет. Да, многие арендодатели включают это в стоимость вашего проживания, но, как правило, это отопление и вода. Но ведь есть еще газ, электричество и интернет. А может быть нет вообще ничего, что включено в вашу арендную плату. В любом случае, это должно быть подробно указано в вашем арендном соглашении. Страховка. Многие люди почему-то в это верят, но на самом деле страховка арендодателя не покрывает стоимость вашего собственного имущества. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. И да, вы имеете полное право внести данные о вашей страховке в условия договора. Если у вас есть питомец или вы планируете завести его в будущем, то отнеситесь к этому пункту очень серьезно. Очень часто бывает такое, что питомцы остаются на улице. А все потому, что условиями договора не был разрешен въезд с ними. Еще забавнее, когда въезд разрешен, но из-за того, что питомец не соответствует определенной пародии, весу или размеру, который прописан в договоре, от него придется избавиться. Да, такое тоже бывает. И причины могут быть разные. Это аллергические реакции, шерсть на ковре, спонтанные лайки посреди ночи, какие-то детские страхи или прочие триггеры. В любом случае, этот пункт должен быть оговорен очень серьезно. И да, есть тут небольшой лайфхак. Даже если условия договора не разрешают вам въехать с питомцем, вы все равно можете это сделать, если питомец выступает в роли эмоциональной поддержки, помогает вам пережить тревогу или справиться с какими-то глубокими эмоциональными потрясениями. Но в этом случае вы обязаны предоставить документ, который подтверждает эту информацию. Кондиционеры. Снова возвращаемся к этой теме. И все потому, что иногда они могут быть запрещены, так как здание считается местной исторической достопримечательностью. Иногда запрещается устанавливать кондиционеры на верхних этажах здания, потому что они могут выпасть и кого-нибудь придавить. По этой причине иногда вы можете видеть так называемые подкондиционерники на окнах, которые обезопасят выпадение кондиционера из окна. И да, стандартный договор, как правило, запрещает чему-либо свисать с окна вашей квартиры. И в этом случае ситуация с кондиционером может получиться неоднозначной. Внешнее пространство. Очень часто жилье в Нью-Йорке имеет дополнительное внешнее пространство. Как правило, это выход на крышу или же задний дворик. В этом случае нужно четко понимать, кто имеет доступ к этому внешнему пространству. Имеете ли вы к нему доступ вообще? Делите ли вы территорию с соседом? И кто ответственный за поддержание порядка на ней? Иногда вы можете требовать дополнительную скидку, если что-то случилось с этим внешним пространством. А иногда можете быть оштрафованы за барбекю в неположенном месте. Соседи по комнате и посетители. Если вы планируете заниматься слаборендой, вам необходимо получить разрешение от арендодателя. Но в то же время он не может необоснованно отказать вам в этом. Если же вам просто необходим сосед по комнате или ваш родственник приезжает на неопределенное время, он имеет право оставаться вместе с вами ровно столько, сколько вы сами снимаете жилье. Но есть у этой истории и обратная сторона. Так, например, арендодатель на права владельца жилья имеет право сдавать жилье ровно такому количеству человек, какому он сам посчитает нужным. И представьте себе такую ситуацию. Вы снимаете комнату в двухкомнатной квартире, а соседнюю комнату неожиданно заселяется семья из пяти человек. Согласитесь, не всегда это будет удобно. Ремонт и реновации. Если вы планируете заниматься ремонтом или какими-то реновациями в вашем жилом помещении, так, например, красить стены или менять полы, да даже вешать полку, этот момент должен быть оговорен в договоре. В противном случае может получиться так, что при выезде вам придется вернуть жилое помещение в первоначальный внешний вид за свой счет. В то же время, если арендодатель пообещал ремонтировать жилое помещение к вашему въезду, но не сделал этого, вы имеете право на получение своеобразного кредита, в случае которого деньги могут быть вычтены из ежемесячного платежа или же возвращены вместе со страховым депозитом при вашем выезде. Ограничения по шуму. В некоторых зданиях арендаторам может понадобиться принять некоторые меры предосторожности в ограничении шума, так, например, покрыть некоторую часть полов коврами. Поинтересуйтесь заранее, есть ли у дома тихие часы, и можно ли вам играть на музыкальных инструментах или устраивать шумные вечеринки, поскольку все это может непосредственно повлиять на комфорт проживания ваших соседей. Показ о жиле потенциальным арендаторам. Арендодатели часто включают этот пункт в договор, используют его ближе к концу вашего срока проживания. Изучите этот пункт внимательно и постарайтесь ограничить визиты вашего арендодателя определенными днями или часами, когда вы будете дома. Для этого есть несколько причин. Как минимум, вы сможете избежать таких ситуаций, когда неожиданно что-то пропало или сломалось ваше отсутствие. Вы избежите таких ситуаций, когда кто-то написал на вас иск в суд, то, что его покусала ваша собака. И плюс вы избежите таких неловких ситуаций, когда кто-то пришел с визитом, а у вас в этот момент близость с вашей второй половинкой. Если же у вас нет возможности быть дома в тот момент, когда должен быть визит арендодателя, постарайтесь устроить его визит в присутствии третьих лиц. Так, например, в присутствии брокера. Мебель И последнее, но не менее важное, это мебель. Если вы заезжаете в мебелированное жилое помещение, то каждая дница мебели должна быть указана в договоре. И если она указана в договоре, она должна присутствовать в жилом помещении. Иначе при выезде вы можете попрощаться со своим страховым депозитом, потому что пропало какое-нибудь кресло. Думаю, ни для кого не будет секретом, что большая часть сдаваемого жилья в Нью-Йорке принадлежит управляющим компаниям. Поэтому вам, скорее всего, придется иметь дело с ними. Либо напрямую, либо через агента. Есть и альтернативные способы, как искать жилье в Нью-Йорке, но об этом чуть-чуть позже. К слову, если напрямую обращаться в лизинг-офис управляющей компании, то вы можете сэкономить от 12% до 15% от стоимости жилья за год в виде пошлины, которую вы заплатили бы риэлтору за его услуги. Так как вы понимаете, эти управляющие компании, они могут предоставить вам жилье напрямую, без посредников. В то же время риэлтор может быть полезен тем, у кого есть какие-то проблемы с языком. Также, если у вас нет свободного времени на самостоятельные поиски жилья, плюс он может проверить жилье и арендодателя, помочь подготовить вам документы, найти какой-то компромисс между арендодателем и вами. Если вам нужно найти агента по недвижимости, лучше всего искать его непосредственно в агентстве. Если же нет, то у агента должна быть лицензия, разрешающая его деятельность. Также отличным способом сэкономить будет попытаться найти эксклюзивного агента. Эксклюзивные агенты имеют исключительное право на некоторые квартиры. А это значит, вы сможете избежать длинную цепочку из риэлторов, которые арендуют жилье друг у друга. И при этом не будет огромной очереди людей, желающих посмотреть это же жилье. Плюс хорошим вариантом будет попытаться найти агента, который изначально не работает с квартирой, а работает непосредственно с вами. В таком случае он не будет пытаться втюхать вам это жилье любой правдой и неправдой. В его интересах предоставить вам наилучший вариант. Арендовать жилье в Нью-Йорке без риэлтора очень даже реально. И для этого есть масса способов. В первую очередь начать нужно, конечно же, с нетворкинга. И если у вас есть какие-то друзья, родственники, знакомые или знакомые знакомых в Нью-Йорке, постарайтесь в первую очередь связаться с ними, поскольку это сильно упрощает процесс поиска жилья. Так как в глазах арендодателя эти люди будут уступать своего рода гарантам за вас. Если таких знакомых у вас нет, начинайте искать жилье через социальные сети. Так, например, вы можете создать пост на вашей странице о том, что вы ищете жилье в Нью-Йорке. Возможно, кто-то обратит на него внимание и поможет вам с поисками. Также в каждом городе есть комьюнити вашей страны. И у них, как правило, есть свои собственные паблики, в которых они делятся полезной информацией друг с другом. Вы можете поискать объявления там. Плюс вы можете подать свое собственное объявление в этот паблик. И, возможно, кто-то поможет вам с поисками. Плюс жилье можно искать в пабликах, посвященных непосредственно поиску жилья. Так, например, на Фейсбуке это Gypsy Housing. Плюс немногие знают метод, но жилье можно искать через Facebook Marketplace. Открываем Facebook, переходим во вкладку Marketplace, переходим во вкладку категории S, далее Rentals. И здесь мы можем найти что-то интересное. Если такие социальные сети, как ВКонтакте, Facebook, Instagram, не помогли вам с поисками жилья, открывайте Telegram. Там полно локальных пабликов. Попробуйте поискать жилье через Craigslist. Это самый популярный способ поиска чего угодно в США. Также каждый район Нью-Йорка имеет веб-сайт, представляющий их комьюнити в этом районе. Возьмем, например, Риджвуд, где живет много поляков. И у них есть веб-сайт Базаренко, где они публикуют объявления. Ну или возьмем, например, сайт русской газеты, RusRek, где тоже можно найти много всего интересного. Также рекомендую посмотреть многие другие веб-сайты, на которых можно найти объявления. Некоторые из них будут в закрепленном комментарии. Иногда может получиться так, что вы уже оказались в Нью-Йорке, но жилье так и не нашли и даже не купили симку. И даже из этой ситуации есть выход. Так, например, многие объявления вы можете найти непосредственно на улице города или в маленьких локальных бизнесах, как, например, у кассира на кассе. Но будьте внимательны, поскольку эти объявления могут вас одурачить. Так, например, трехкомнатная квартира – это 3-бедром апартмент. А 3-бедром апартмент – это однокомнатная квартира, где вторая – это кухня, а третья комната – это санузел. И даже если вы проделали всю эту работу и до сих пор не нашли жилье, идем на крайние меры. Берем кусок картона, пишем объявление о том, что ищем жилье, и идем гулять по городу. Желательно в том районе, где планируем снять жилье. И, как мне кажется, здесь нет ничего унизительного, поскольку на войне, как говорится, все средства хороши. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было интересным и полезным для вас. Если да, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропустить выход новых роликов. Также мне было бы интересно почитать ваши комментарии, чтобы узнать, что вы думаете по поводу проделанной работы, да и вообще в целом. Ну и, конечно же, если бы вы поделились этим видео где-нибудь в социальных сетях, это сильно помогло бы его продвижению. Ну а я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Пока!